Я, наверное, седу с ума. Так, ладно, я пошла, мне следует открыть дверь. Я просто боюсь дожить до конца этого видео. Алло, я Вера. Ребята, сейчас 2.57, практически 3 часа ночи. Мне сейчас предстоит сыграть в игру Грэнни 2. За моей спиной находится жуткая кукла, которая, я считаю, что это вообще какая-то ненормальная, жуткая, живая кукла. Я не знаю, это не просто так. Я сейчас дома нахожусь абсолютно одна, в полной темноте, и мне приходится играть в эту игру. Мне до чертиков страшно, просто до ужаса. Эта игрушка, она просто жуткая, она живая. Ребята, просто не подумайте, что я сумасшедшая, реально. Вот мы просто заснимали на термокамеру с моим парнем. У нас есть специальная термокамера, которая реагирует на тепло. Ты вот так руку подводишь просто, она красная, а все остальное холодное, оно теплое. И вот эта игрушка, она была теплая. Я это вот не выдумала. Это реально так и есть. Вы можете посмотреть видео на канале моего парня Саши и просто своими глазами увидеть это все. Я не знаю, мне кажется, что сейчас просто что-то жуткое и страшное произойдет. И вот ладно, вот это вот все. Просто помимо того, что мы на термокамеру, может быть там датчики ошиблись, еще что-то. Просто когда эта игрушка была заперта в сейфе, на минуточку, она была заперта в сейфе. Может быть она не просто так там сидела, просто эта игрушка скреблась. И мы лично с парнем слышали, что она скреблась. Ребята, мне до чертиков страшно. Я не знаю, как я сейчас буду играть. Это просто какая-то катастрофа. Катастрофа. Но почему я вообще должна играть в эту игру? Потому что еще в сейфе мы нашли записку. Между прочим, этих сейфов здесь дома он не один. И как минимум четыре находятся. Мы не знаем, что находится в остальных. Это просто кошмар какой-то. Смотрите, здесь мы нашли еще такую бумажку. Написано, персональное испытание страха малая вера. Здрасте, это я, да. Трех до четырех часов ночи. Играй в Грэнни 2. Три условия. Первое. За твоей спиной должен стоять пеннивайс. Это, между прочим, вот эта живая игрушка. Я не знаю, жуткая игрушка, на которую я даже поворачиваться не хочу. Второе. Ты должна быть дома совсем одна. Мой парень Саша, он просто, он сейчас ушел. Он стоит около дома, около подъезда и ждет, пока я ему позвоню, что я закончила. И три. Свет должен быть выключен. Удачи. МК. МК это, собственно, мистический квест. Это просто сумасшедший, который дает нам задание сейчас. Я так думаю. Я просто, я предполагаю, что у него находится моя кошка. МК или мистический квест, как он по-другому называется. Это, собственно, это человек в маске или люди в маске. Мы не знаем, кто это, но основной главарь там человек в маске просто. И пока мы были в Соединенных Штатах Америки и выполняли там задания от мистического квеста, между прочим, мы уже были, я не знаю, наверное, странах в пяти или в десяти, где мы проходили задания. Я уже не считаю. Я просто сбиваюсь по счету, потому что, сбиваюсь со счета, потому что эти задания, они по всем странам просто. Мы вот так вот летаем, чтобы выполнять. И пока мы были в Штатах, он взял и подложил сюда сейфы. И каким-то образом у Сашиной мамы выкрал кошку. Она была там на время нашего отъезда. И просто, я не знаю, либо с кошкой что-то произойдет, либо со мной еще что-то произойдет. Я не знаю. Мне ужасно страшно. Я просто обязана сейчас выполнить это задание. И да, уже время 3.01, и мне уже нужно начинать играть в эту игру. Я даже жути боюсь просто эту Грэнни, потому что я играла в первую часть. И, ну, я думаю, что выводы такие делают мистический квест, что он знает, чего я боюсь. И поэтому он мне такое задание дает. Ребята, я еще знаю, почему вот именно такое задание дал мистический квест. Потому что, когда я буду играть в Грэнни на телефоне, конечно же, мой взгляд будет устремлен на экран. А эта игрушка, я не знаю, что он... Господи. Просто что может произойти, я не знаю. Ребята, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк. И я... Я просто боюсь дожить до конца этого видео. Ребята, прямо сейчас я нажимаю на плей, и картинка выведена на экран. Я не знаю, что меня ждет. Это просто какая-то катастрофа. Так, здесь какие-то, короче, инструкции. Я пропускаю. О, боже мой. Почему она так долго запускается? День первый. Насколько я помню, у меня пять дней, пять жизней. И... Прямо сейчас я нахожусь в комнате. В принципе, все так же, как и в прошлой игре. В общем, к чего? Куда мне идти, боже мой. Можно прятаться под кровать. Как это делается? Я уже вообще не помню, как играть. Серьезно, что-то два раза нажимаешь. Блин. Черт, нужно было хотя бы управление. Посмотреть, окей. А-а-а. Господи, господи. Боже мой. А-а-а, мамочки. Блин, а я еще без звука игра. А-а-а. Черт, черт. Сейчас же может выскочить. Вообще, в любой момент. Откуда? Блин. Я не знаю, ребята. Я играю просто... А-а-а. О-о-о-ой. Короче, пофигу. Я... Я не могу. Так, ладно. Как садиться? Я не знаю, как садиться. Мне надо, наверное, поворачиваться, а потом садиться. Или... А, все. Я поняла. Прятаться. Мамочки, это ужасно. Это просто... Это ужасно. Я уже... Я уже разучилась играть. Я не помню. Я тогда играла просто очень много. И очень часто, но... Хватит эту нагнетающую музыку. Господи. Это ужасно. Блин, я не могу. Ой, господи, я не могу. Просто это ужасно. Блин. Ладно, пусть... Пусть меня там убивают, но сделают что хотят. Ну, я не сумасшедшая. Вот сейчас оттуда... Оттуда сейчас доносился смех. Просто я не понимаю. Возможно, там внутри находится устройство какое-то. Господи. Я, наверное, сойду с ума. Ребята, просто чтобы вы понимали, мы уже и имели дело с игрушками. С игрушками разного рода. С живыми игрушками. С игрушками, внутри которых находился механизм. И этот механизм, он может издавать звуки. Я думаю, что внутри вот этой игрушки, живой, в ней тоже может находиться механизм, который там какие-то звуки издает. Просто у меня на канале есть плейлист «Мистические квесты». Там вот есть куча видео с этими игрушками. И где они там трогают и нас, и я не знаю, я честно, у меня одна из игрушек, она потрогала меня за ногу. Это был медведь. Это просто жесть какая-то. Я не знаю, что может сделать этот Беннивайз. Просто я даже не хочу смотреть на него. Я продолжаю играть в игру. Потому что у меня уже даже телефон погас. Я не знаю, что какое наказание может придумать мистический квест. Но мне реально просто страшно. Я не знаю, мне нужен перерыв какой-то. Я уже нахожусь в какой-то комнате. Просто, я не знаю, нужно, наверное, относиться позитивнее. Но убьют меня. Ну и убьют. Главное, чтобы не этот клоун просто не грохнул. Нафиг. Так, ладно, я пошла. Мне следует открыть дверь. Я иду. Окей. Я просто знаю, что меня встретит кто-нибудь из бабушек. Или кто там. Еще вроде как и дедушка должен быть. И так, я вот сейчас захожу в какую-то комнату. Что это за комната? Непонятно. Я просто... Мамочки. Это реально стрёмная игра? Напишите в комментариях, как вы вообще относитесь к Грэнни. И любите ли вы играть в эту игру или нет? Я не хочу вообще... О, господи. Я заботалась. Куда мне нужно идти? Я просто не знаю. Мне кажется, я хожу по кругу. Мне кажется, я слышу шаги. Господи, я слышу шаги, ребята. Мамочки, я спускаюсь в подвал. Кошмар, нет? А вот эта вот музычка там, Тонь-Тонь, это же... О, боже мой. Это... О, господи. Это ужасно. Ребята, я не знаю, сколько у меня осталось дней. Один, два я уже реально сбилась со счёта. Ребята, кто-то звонит в дверь. Я не знаю, это не Саша, потому что он не должен был прийти так рано. Мы с ним договаривались, что раньше, может быть, что-то случилось. Ребята, я сейчас пойду, посмотрю, кто звонит в дверь. Просто, ребята, я не знаю. Просто это может быть он или это не он. Мы недоговаривали, чтобы Саша пришёл так рано. Я не знаю, это жутко стрёмно, учитывая, что здесь ещё нет абсолютно никакого освещения. Смотрите, просто в квартире везде темнота полная. Здесь вообще никого нету. Я не знаю, это очень страшно. Я давным-давно не оставалась дома одна вообще, одна. То есть мы постоянно с Сашей. Это какое-то шумошее, ребята. Очень страшно. Тихо. Тихо. Там стоит человек в маске. Там реально человек в маске. Я не знаю, что он хочет. Просто, возможно, он специально сказал, что... Мне нужно добраться до телефона. Ребята, мне нужно добраться до телефона. Господи, кто это? Что происходит? Мамочки. Он упал. Он упал. Боже мой. Так, телефон. Ребята, можно срочно позвонить Саше. Ребята, я не знаю, почему у меня вырубилась камера. Я только что посмотрела в глазок. Там уже никого нет. Человек в маске куда-то ушел. Я дозвонилась до Саши. Он сейчас придет сюда. И мы поставим скрытую камеру на вот эту живую игрушку. Потому что она реально живая. Ты можешь посмотреть продолжение прямо сейчас вот здесь. Подписывайся на мой канал, на канал Саши. И увидимся снова. Пока. Пока.